всем привет меня зовут катя и вы на канале ароматик бабл сегодня я буду собирать еще один букет в кашпо карандаш такое кашпо я заказывала антона мельника древ дел мастер ссылочку оставлю в описании под этим видео в этом кашпо букетом я буду собирать вот из таких георгинов возможно это хризантема или астра я так и не определилась но для меня это георгин такую форму я заказывала в группе scarlet flower и сборку из подобных цветов мы уже делали я уже составляла букет но там цветы были залиты в таком благородном темном цвете и вот обратите внимание насколько по-разному смотрится такой цветок под такие большие цветы я подготовила бутоны это бутон георгина заказывала в группе мылотека посмотрите как красиво сочетается между собой это абсолютно разные формы приобретались в абсолютно разных местах но как они дополняют друг друга также у меня будет две вот такие хризантемы эта форма из группы gold полт и вот такие вот маленькие хризантемки как хризантем в кустовая посмотрите заливала в два цвета для того чтобы серединка немножечко играла вот такие эти хризантемы тоже из группы gold молд это хризантема обриз большая а это малая и также я сделала просто в моем незаменимые карандаши во все осенние букеты почему-то идут именно красные и синие независимо от того какие используются цветы и цвета в букетах все равно синий и красный карандаш практически все букеты я делаю на заказ в наличии очень редко что-то у меня бывает вот поэтому все цвета и цветы все согласовываются заказчиком такой кашпо я вырезаю кусочек пенопласта вырезаю немножко запасом так чтобы он туго входил внутрь этого кашпо и его не нужно было бы фиксировать например на горячий клей чтобы не портить это кашпо получатель потом может вынуть все эти цветы как бы если ему это не надо и кашпо использовать по своему назначению вот посмотрите идеально сюда встает этот пенопласт и сверху я его закрываю зеленым и вот такая вот заполненность внутри нашего букета будет во первых гораздо аккуратнее букет выглядит внутри им потому что но я никогда не думала что люди разрывают цветы да и смотрят что там внутри оказывается бывает и такое то есть это мне моя заказчица рассказывала что она подарила букет и та девушка которой этот букет предназначался она его тут же как бы цветочки раздвинул и посмотрела говорит а что там внутри вот поэтому в принципе чтобы этого пенопласта не было видно и был такой аккуратненький красивый букет я все время дополняю какой-то но такой вот наполнитель когда вставляете шпажки проволоку или что-то в такой вот наполнитель учитывайте что так как это волокна и они не пропускают до бывает что застревает натыкается какая-то шпажка на вот такую волосинку и все и как бы плохо вставляется поэтому разрываете сначала какую-то дырочку вот в этом вот наполнителе и тогда уже вставляете шпажку или то с чем вы работаете так теперь по поводу шпажек кто-то у меня спрашивал какие лучше шпажки брать сразу вам скажу что лучше брать только бамбуковые шпажки в одном из видео я уже показывала чем бамбук отличается например от березы то есть у меня были шпажки березовые бамбуковые шпажки они гнутся вот видите они не ломаются березовую шпажку но к сожалению у меня сейчас их нет не могу показать березовую шпажку вы так вот не сделаете то есть она сломается тут же в том же месте где вы ее сгибаете вот обратите внимание видите на каждой упаковке написано шампуры шпажки шампуры обязательно бамбуковые длина у них 15 20 и 25 сантиметров то есть как бы я всегда покупаю разные потому что я не знаю какие именно мне пригодятся также по толщине вот посмотрите есть толстые шпажки есть потоньше еще потоньше и совсем тоненькие вот видите какая разница и то же самое по длине до соответственно они отличаются это у меня просто остался уже кусочек от толстый поэтому я всегда стараюсь чтобы у меня как бы в ассортименте всегда были всякие разные шпажки потому что никогда не знаешь какие именно пригодятся вот сейчас у меня здесь небольшое да вот такое основание наполнение то соответственно вот таких вот шпажек мне вполне прекрасно хватит либо можно покупать вот такие вот большие но тогда уже резать их пополам смотрите сами как вам удобнее и также еще можно использовать вот такие вот зеленые искусственные стебли на них точно также прекрасно держатся цветы и также цветочки у которых вот здесь вот очень тоненькое основание ну а большие тяжелые цветы я конечно всегда стараюсь использовать шпажки потолще либо просто вставляю две шпажки сразу в цветочек так меньше вероятность что он у вас свалится для того чтобы спрятать деревянные шпажки особенно как если я сказала да как получатели любят залезать внутрь букета вот для того чтобы не было видно деревянных шпажек можно использовать вот такую вот зеленую тейп-ленту но сегодня у меня будет много зелени внутри букета и цветы будут располагаться очень плотно в друг другу если какие-то букета я отправляю например почтой или транспортными компаниями тогда шпажки я всегда закрепляю на капельку горячего клея для этого нам нужен клей-пистолет то есть на кончик шпажки капаем капельку и вставляем уже в наполнитель тогда шпажки у вас там будут просто намертво зафиксированы никуда не денутся так из инструментов мне понадобятся кусачки тонкогубцы и обязательно вот такой вот длинный пинцет им очень удобно работать между цветами особенно если они плотно прилегают друг другу так теперь зелень во-первых для того чтобы фиксировать закреплять зелень я использую либо зубочистки обязательно тоже бамбуковые стараюсь всегда использовать либо вот какие-то у меня остаются например кусочки откусанных вот таких вот шпажек вот видите такие вот маленькие кусочки и как раз очень удобно на них крепить зелень потому что зелень чаще всего вот такая вот длинная бывает и чтобы ее она особо не возвышалась над букетом и чтобы ее не было видно в принципе тут хватает вот такого вот совсем маленького кусочка так и по поводу зелени практически всегда во всех букетах я использую вот такие вот универсальные листья розы также сегодня я выбрала вот такие вот похожие веточки одним вот смотрите они идут без цветочков до 3 вот такие вот веточки на одном крепление до держится вот и так же есть еще вот с такими белыми цветочками попробую посмотрю как это будет смотреться в букете и так же чтобы разнообразить как-то оживить букет я еще вот таких колоски нашла у себя розового цвета как раз под цвет моих георгинов вот так что еще еще у меня есть вот такой вот лимонник красивая пышная зелень прекрасно заполняет пустоту внутри букета и также можно вот я уже вам как раз показывала вот такие вот веточки использовать у очень красивая такая вот свисающая ли она вот поэтому все будем смотреть по ходу сборки скорее всего может так получиться что какая-то зелень абсолютно не понадобится сегодня очередной сборки букетом у меня будет я буду одновременно вставлять цветы и сразу же между ней буду вставлять зелень просто я иногда чередую опять же в зависимости от вида букета да то есть можно сначала расставить все цветы и потом уже заполнять пустоты между цветами зеленью вот но вот чувствую что сегодня скорее всего я буду и цветы и зелень параллельно вставлять так и еще раз хотела показать если у вас цветочки вот с таким вот коротким основанием то шпажку вы можете либо канцелярским ножом делить пополам расщеплять либо вот так вот просто плоскогубцами зажимаете кончик она расщепляется шпажка вставляете цветок и ваш цветочек уже никуда не денется так вы не деформируете не портите серединку и цветочек прекрасно держится чаще всего для букетов я использую твердую основу это либо hard либо сооптима флористическая потому что ну во первых когда одеваешь например цветы сделанные из мягкой основы деформируются листики а так я могу сжимать вот видите практически никак никуда никакой лепесточек не уходит так цветочки одели карандаши одели и приступаем к сборке букета и 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 вот такой вот букет у меня получился большое спасибо что посмотрели сегодняшнее видео я с вами прощаюсь до новых встреч пока